всем привет сегодня я вам расскажу о том что такое garbage collector java garbage collector он же сборщик мусора смотрите раньше у нас были всякие языки программирования типа c++ и мы там допустим писали date равно new date вот у нас создавался какой-то объект типа date там ну или еще какой-то вот и после того как мы его переиспользовали нам надо было его как-то close закрывать избавляться для чего это делалось это делалось для того чтобы очистить память то есть пока мы его не удалили из памяти он у нас там находился в java у нас все намного стало проще и всякие объекты которые мы создаем они очищаются сами нас есть так называемый garbage collector или сборщик мусора это такая классная штука которая все делает за нас сама убирает и в принципе всегда на собеседованиях спрашивают за него что это такое как она работает и вам надо знать принципа сегодня вам расскажу о том что такое из чем его едят и того смотрите допустим у нас есть какой-то private void метод он создает какой-то date вот здесь у нас в памяти ну и мы допустим где-нибудь вызываем этот метод вот как то так можно так вот собственно говоря здесь мы создаем объект в памяти то есть что здесь происходит здесь объявляется переменная если мы бы написали вот так вот к примеру у нас просто объявляется переменная типа date но никакого объекта не создается но как только мы пишем new date то мы здесь уже создаем в памяти объект мы бы даже в принципе могли написать как-то так то есть просто new date при этом у нас создается объект проблема в том что если мы просто его создадим у нас память и память выделятся и все мы его потеряем у нас не будет ссылки на него для этого нам нужна ссылка поэтому мы пишем date создаем ссылку date и потом выделяем ведь потом выделяем память в где-то в раме так сказать в памяти в наши мы создаем объект и этой ссылке присоединяется приписывается этот объект мы бы в принципе могли это все разделить на две части написать как-то так то есть вначале создать ссылочку потом создать вот этот вот объект и в эту ссылочку записать адрес этого объекта то есть какое-то значение на адрес памяти и у нас он будет храниться вот потом мы как-то можем его использовать там к примеру написать что-то такое вывести в память вывести на экран дату и у нас будет дата вот после того как мы это все переиспользовали мы доходим до конца кода и как только мы достигаем проходим весь вот этот метод то наш объект дэйт он в принципе нам уже больше не нужен то есть мы возвращаемся из метода здесь у нас там может быть какой-нибудь метод 2 и мы здесь можем скажем называть метод 2 то есть в принципе вот здесь вот у нас дейт может быть удален ну точнее как бы он помечен то есть мы выполняем вот этот код и как только мы доходим до самого конца нам дает уже не нужен и он помечается как как возможный на удаление то есть garbage collector наш наш сборщик мусора он все время просматривает объекты которые есть в памяти если он видит что на вот этот объект он уже нигде не используется то он в принципе его может удалить проблема в том что может удалить может не удалить об этом я расскажу чуть позже но сейчас допустим давайте представим что он его удалит то есть как только мы доходим до конца этого метода скажем так он его удаляет помечает на удаление может удалять все вот как он знает что его можно удалять он отлавливает ссылки то есть он смотрит вот этот вот этот вот этот вот объект дейт который мы создали которого здесь вот new date он смотрит количество ссылок на него и когда мы доходим вот сюда после вызова метода мы смотрим что уже у нас нету никаких ссылок на этот объект и в принципе он его может удалять у нас может быть несколько ссылок ну к примеру мы можем написать также дэйт дэйт 2 равно дэйт то есть в принципе у нас теперь есть две ссылочки мы можем создать любое количество ссылок на один и тот же объект то есть когда мы так вот пишем смотрите то есть у нас создается с помощью new всего один объект но присваивается двум ссылка 1 2 но в любом случае когда мы доходим до конца метода у нас будет у нас уже не будет ссылок на этот объект и мы будем он как бы будет удален есть определенные нюансы в принципе мы с методом можем вы должны понимать что из метода мы можем возвращать какие-то определенные объекты к примеру если я напишу что я в этом методе возвращают дэйт и напишу ритурн дэйт дэйт или дэйт 2 не важно собственно говоря а здесь я напишу дэйт дт равно метод то в принципе мы выполняем этот метод и возвращаем ссылку эта ссылка потом появляется вот здесь вот и она живет до конца выполнения программы на и здесь будет то есть этот комментарий уже не нужен и пока метод 2 будет выполняться у нас будет жить вот эта ссылка то есть вы должны это понимать что таким вот образом если пока у нас есть ссылка объект не может быть в памяти удален но как только у нас нету ссылок объект принципе может быть помечен на удаление есть небольшая хитрость как пометить объект на удаление ему просто можно присвоить но смотрите допустим если я здесь вот напишу дт равно ну то все у нас принципе вот здесь вот уже ссылок дейт линд то есть дэйт уже может быть удален то есть после того как я присвоил этой ссылки ну у нас уже нету ссылок на этот объект он где-то в памяти на него нету ссылок он потерялся а гарбаж коллектор при первой же возможности его удалить надеюсь вы это поняли надеюсь ничего сложного Это нужно очень в понимании при программировании Теперь есть один такой нюанс Дело в том, что garbage collector, когда он вызывается Этого никто не знает Нет никакой гарантии на то, когда он вызовется Вызовется ли вообще Вы этим процессом практически не можете никак управлять Почему практически? Дело в том, что у нас есть такой вызов SystemGC То есть это вызов garbage collector Мы можем зайти сюда посмотреть Вот, как вы видите Run garbage collector То есть вызывает garbage collector Вызов этого метода Suggest Предлагает Java в виртуальной машине Короче говоря, вкратце Он предлагает в виртуальной машине запускать garbage collector Вопрос в том, почему предлагает? У нас в принципе нет никакого механизма запустить garbage collector У нас есть единственный вариант Это попросить его сказать Java Можешь, пожалуйста, как бы запустить garbage collector И поудалять ненужные объекты Ну а Java в свое время может сказать Да, хорошо, чувак, я это сделаю А может сказать Да не, я сейчас занята Потом То есть в принципе Вызывать этого смысла как бы никогда нету Единственное, что у вас как бы Это может быть использовано в таких случаях Когда у вас, допустим, вы собираетесь запустить какой-то код Который будет создавать очень-очень-очень много объектов И как бы вы знаете, что вам нужна будет память Поэтому сейчас очищена Ну, надо совершить очистку Поэтому вы можете запустить Но на самом деле это бесполезно Почему? Потому что Java сама в принципе знает Когда очищать Дело в том, что Можно сказать Когда вы запускаете вот этот System.js Вы говорите Java Друг Очисти, пожалуйста, память А Java такая сидит и говорит Блин, ребята Ну, вы думаете, я не в курсе Я знаю, что у меня там много памяти Или я знаю, что у меня мало памяти Я сама разберусь То есть может запустить Может не запустить Она сама в курсе Сама всем управляет Вот Поэтому Как бы такой Частично неуправляемый процесс Частично управляемый Но Вам надо это понимать Потому что спрашивают на собеседованиях Вот Мы можем Скажем так Написать небольшую программу Сейчас я вам покажу Так, давайте мы просто запустим Метод Сейчас я вам покажу Одну очень интересную программу Скажем так Мы создадим Миллион объектов For Ну, скажем Инт И Равно 0 И меньше Там Не знаю Можно даже Попробовать Long использовать Если у нас получится Я не совсем уверен Но Сейчас попробуем Так И Плюс Плюс Интеджер Да ладно Хорошо Будем использовать Инт Не суть Так Что мы сделаем В этой программке Мы создадим Миллион объектов Ну там Сколько здесь у нас Давайте Пишем так Чтобы было лучше видно Да Миллиард объектов Мы создадим Date Date Равно Дейт И потом Мы Date Равно Нулю Запишем То есть В принципе У нас Так Возвращать мы Еще не будем Напишем Void То есть Мы создаем Один миллиард Объектов Они у нас Выделяются В памяти А потом Мы просто В этот Date Записываем Ну Таким образом Они у нас В принципе Помечены На удаление И давайте Мы напишем Так Runtime GetRuntime Сейчас я вам Объясню Значит Смотрите У нас Мы можем Получить Доступ К объекту Runtime И вывести Количество Допустим Свободной Памяти И Общей Памяти То есть Смотрите Можем Написать Так Total Memory То есть Это у нас Будет Количество Общей Памяти И Frame Memory Так Еще Можно Написать B For И здесь Напишем B For А здесь Free Memory Потом Мы создадим Миллион Объектов Напишем Скажем Выведем After То есть Вначале До Создания Выведем Количество Всего Памяти И Свободной Памяти И Также После Создания Миллиона Объектов Тоже Миллиарда Точнее Объектов Мы Покажем Сколько Памяти Потом Мы Запустим System GC И Опять Выведем Память Ой Афтер ГС Афтер GC Вот И Запускаем Эту Небольшую Программку Да Вот Здесь У нас Возникла Одна Проблема Потому Что Миллиард Объектов Создать Не так Уже Просто Это Займет Определенное Время Да Возможно Конечно Я Загнул С Миллиардом Объектов Это Может Выполняться Очень Долго Давайте Остановим Программу И Сделаем Небильард Сделаем Чуть Меньше Удалим Один Нолик И Перезапустим Это Тоже Да Вот Смотрите Выполнилось Ура Как Оказалось Не так Уже Долго Собственно Говоря Всего У нас Памяти Свободно У нас Было 122 830 040 44 Потом Мы Создали Миллиард Объектов И Как Вы Видите У нас Уже Не 122 А 117 Я Так Понимаю Наверное Мегабайт Или Что То В Этом Духе То У нас Идут Байты Килобайты И Мегабайты То Создав Там 100 Миллионов Объектов У нас На 5 Метров Памяти Стало Меньше Как Вы Видите После Этого Мы Запустили GC И У нас В принципе Опять 123 Мегабайта Вернулось Но В принципе GC Могло Бы И Не Запуститься То Мы Порекомендовали Виртуальной Машине Но У нас Нет К сожалению Никакой Гарантии То Это В принципе Не То Чтобы Рандомно То Если Вы Запустите Несколько Раз Скорее Всего У вас Все Время Будет Очищать Память Как Видите Опять Очистила То Было 116 Стало 123 Но На Самом Деле Мы Не Можем Этого Гарантировать Кстати Говоря Если Бы Мы Не Написали Здесь Ну А Допустим Мы Бы Написали Чтобы Вам Продемонстрировать Мы Можем Создать Лист Дейтов Дейт Лист Равну New Array Лист Это Такой Массив Не Обращайте Внимания Если Вы Еще Не Знаете Что Это Такое Суть В том Что Мы Создаем Массив Небольшой И Мы Туда Будем Помещать С помощью Метода ADD Наши Даты Чем Это Чревато Это Чревато Тем Что В принципе До Конца Всего Детого Метода Пока Мы Будем Выполнять Даже При Запуске GC У нас Все Эти Объекты Будут Храниться В памяти У нас Будут На них Ссылки Поэтому До Самого Конца Память Особо Не Очистится То есть Мы 5 метров Займем И 5 метров У нас Останется Вот Смотрите Запускаем У нас 122 метра Свободных Как 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 Видите Да Тут У Нас Еще Пошла Проблема В Том Что Нам Нужно Все Это Запихнуть В Лист Да Мы Можем Попробовать Сделать Как То Вот Так Чтобы Это Все Работало Быстрее Сейчас Перезапустим Попробуем По крайней Мере Возможно Придется Уменьшать Количество Объектов Да Это Все Происходит Очень Долго Поэтому Надо Еще Нолик Уменьшить Все Это Потому Что Теперь Нам Еще Приходится Добавлять Объекты В Список Ладно Чтобы Продемонстрировать Вам Суть Объект Суть Этого Давайте Уменьшим На Единичку Все Это На Нулик Точнее И Создадим Не 100 Миллионов А 10 Миллионов Объектов Запихнем Массив Вот Смотрите Значит У нас Было 122 Свободных Памяти После Запуска У Нас После Того Как Мы Мы Создали Новый Создали 10 Миллионов Объектов У нас Памяти Стало На Порядок Меньше Как Вы Видите Раз Два Три Четыре Пять Шесть 79 Вообще Да Очень Сильно Забрало У нас Память То есть Около Там 40 Мегабайт Это Все Скушало Мы Запустили GC И В принципе У нас Стало Памяти Даже Еще Меньше На самом Деле Почему Так Произошло Потому Что У нас Не Очистилась Мы Не Очистили Память У нас Была Ссылка На Все Эти Объекты То есть Если Мы Пробежались И Очистили Все Все Эти Массивы Приравняли Нулю Тогда У нас Память Очистилась Конечно Но Мы Этого Не Сделали У нас Остается Ссылки На Эти Объекты Вот Поэтому Такая Печаль Это То Что Касается Значит Гарбач Коллектор Вы Должны Понимать Как Он Работает То есть Опять же Блок Кода Если Мы Создаем Там Объект Такой Объект Или Такой Объект И У нас Остается На него Ссылка Она У нас Будет Висеть И При Сборке Мусора У нас Не Будет Освобождаться Память Если Мы Этот Объект Приравняем Нулю То есть Мы В принципе Можем Просто В конце Вот так Написать Равно Ну Все Ссылок У нас Нет Запускаем Гарбач Коллектор Память Сейчас Мы Это Запустим Я Вам Продемонстрирую Что У нас Не Будет Ссылок Было 122 Метра Памяти Стало Еще Больше Нет Наверное Ну Да Похоже Странно Ну Ладно Что 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 Здесь Произошло Почему Стало 272 Метра После Ну У нас Количество Памяти Увеличилось Да В общем Суть В том Что Если У нас При Вызове Джесси Он Уничтожает Все Объекты На Которые Уже Как бы Ну Нету Ссылок Он Может Это Все Запустить И Уничтожить Вот При Этом И Мы Не Можем Контролировать Если Мы Запускаем Систем Джесси То У нас Нет Гарантии О том Что Загрузится Он Запустится Он Или Не Запустится Вот Это Вас Будут Спрашивать На Собеседовании Скорее Сего Вы Можете Отвечать Что У нас Нет Никакой Гарантии Но Мы Можем Вызвать Систем Джесси И Тогда У нас Или Запустится Гарбаш Коллектор Или Не Запустится Вот Еще Вы Должны Знать Такую Штуку Что У Всех Методов Есть Специальный Такой Метод Funnelize То Есть У Нас Right Subwayed Public Так Сейчас Давайте Object Это Объект От которого У нас Наследуются Все Методы И Вот У нас Есть Finalize Да Вот Он Он У нас Protected Void Funnelize Мы Можем Заврадить Этот Метод И Что Это За Метод То Как Вы Знаете Или Еще Не Знаете У нас Все Методы Наследуются От Класса Все Объекты Наследуются От Класса Object То Есть Не Явно Здесь Написано Extends Object Но Это Не Явно На самом Деле Мы Можем Этого Не Писать Будет То же Самое Что Если Мы Это Написали Все Методы У нас Если Мы Не Перенаследуем Какой Класс То У нас Все Методы Наследуются От Класса Object В Классе Object У нас Есть Там Несколько Определенных Методов Типа Weight Weight Hashcode Clone ToString В общем В принципе Я Всех О них Вам Еще Буду Рассказывать Сейчас Я Вам Хочу Рассказать О Fanalyze Метод Fanalyze Это Специальный Метод Который Запускается При Запуске Garbage Коллектора То есть Если у нас Есть Какой-то Объект Он Удаляется С помощью Garbage Коллектора У него Запускается Метод Fanalyze Но У нас Опять же Нет Гарантии Того Что Мы Его Запустим Вот Смотрите Если Мы Сейчас Запустим Наш Метод Что Там Он Будет Делать 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 Джесси Запустит И Как Видите У нас Fanalyze Не Запустился При Этом Мы В принципе Можем Даже Где-то Там Создать Метод Main Равно Мейн Все Это Запустить Создать Но В принципе Все Равно Так Давайте Этот Код Удалим Пока Не Нужен Да Как Вы Видите У нас Ничего Не Запускается Это 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 Но Если Мы Допустим Ну То есть Если Я Здесь Напишу System GC Запущу Все Это Дело Как Видите Не Выводится Но Если Я Main Равно 0 То В принципе Есть Вероятность Того Что У нас Сейчас Запустится Fanalize При Вызове Garbage Коллектор То есть Если У нас Запускается Garbage Коллектор Он Может Удалить Этот Метод Main И Тогда Чисто Теоретически У нас Возможно Запустится Метод Fanalize Но Опять же Как Вы Видите Не Факт Вот Может Если Несколько Раз Вот Видите То есть Абсолютно Рандомно Я Буквально Несколько Секунд Назад Его Запустил Все происходит Настолько Рандомно Можно Поэкспериментировать Несколько Раз Все Это Повыводить Видите Сейчас Не Уел То есть Иногда System GC Запускается Иногда Нет Так Вот При Запуске System GC То есть Garbage Коллектора У нас У нас Запускается Метод Fanalize Вот Причем Ну Как У Каждого Объекта Он Свой То есть Если Мы Здесь Создадим Несколько Таких Main Main 2 Равну Main Потом Main 2 Равну Мол И Запустим Все Это Дело Так Чтобы Заработал Garbage Коллектор Видите У Каждого Он Свой И Как Бо Он Будет Запускаться То есть Это Сделано Для Было Сделано В свое Время Для Того Чтобы Вы Могли Очищать Какие-то Ресурсы Но В принципе Теперь Получается Что Гарантия Что Ресурсы Будут Очищены Нет Вот И Поэтому Он Практически Бесполезен На самом Деле Вы Можете Как-то Его Там Использовать По-хитрому Там Определить В Классе Main Как-то Там Написать Что-то Там Типа Ну Там Статик Main 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 Равно This Что-то В этом Духе Тогда У вас Ну Суть Этого В том Что Вы Можете Сохранить Ссылку То есть У вас Вроде Как Объект Удаляется Но Тем Не Менее Вы Можете Получить При Удалении Через Гарбаш Коллектор Когда Запустит Когда Запустится Гарбаш Коллектор Вы Можете Сохранить Эту Ссылку На Удаляемый Объект Там Или Получить Ее Как-то В общем Все Это Немножко По-хитрому Вряд ли Вы С этим Когда-либо Столкнетесь Просто Вы Так Примерно Должны Что-то В этом Духе Представлять Вот Ну На Сегодня Все Надеюсь Вам Было Все Понятно Мы Изучили Гарбаш Коллектор Он Работает Сам По-себе У нас Есть Возможность Рекомендовать Ему Запуск Но Он Может С помощью Вызова System GC Он Может При этом Запуститься Может Не Запуститься Нет Никакой Гарантии И Он Будет Удалять Те Объекты На Которых Уже Нет Ссылки То Это Или Объекты Которые Приравнены Нулю Или Объекты Которые Вышли За Область Видимости Метода Вот Вот Такая Система Очистки Памяти Джава На Сегодня Все Спасибо За Внимание Подписывайтесь Ставьте Лайки Всем Пока